Друзья, теперь мы с вами оказались внутри помещения и обратим сейчас на очень важные нюансы, которые необходимо сделать для качественного утепления оконного блока и для качественной его пароизоляции. Предварительно мы подготовили, поставили нижнюю поперечину и верхнюю поперечину. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы потом отделочник мог к ним соответственно вязаться для формирования откосной части. Ставятся они определенным образом и также они поддерживают утеплитель, в частности верхней части, чтобы утеплитель у вас не съезжал за пределы оконного блока. Ставятся следующим образом. Прикладываем уровень к оконному блоку и смотрим, чтобы у нас была отметка 90 градусов. Никаким другим углом ставить его нельзя. Это принципиальная рекомендация компании Факры, производителя мансардных окон. Нижняя часть откоса подводится по отношению к полу под углом 90 градусов, а верхняя часть подводится параллельно полу, максимально развернута. Для чего это нужно? Это нужно для правильной циркуляции воздуха. В нижней части размещается отопительный прибор, с которого идет соответственно теплый воздух. И у вас прогревается вся зона окна. Верхняя часть, она также влияет и на попадание света в помещение. Если мы его сделаем вот таким вот образом под углом 90 градусов, то соответственно свет будет у нас упираться в эту точку. Если мы подведем откосную часть под углом 90 градусов, то соответственно теплый воздух у нас будет проходить не вот в эту зону, а вот немного выше. Берем с вами комплект XDK. Гидроизоляцию из него мы уже применили. У нас осталась здесь пароизоляция, два вида скача и утеплитель из завещей шерсти. В этом комплекте три пакета и три вида утеплителя. Используем первый под маркировкой А. Он из себя представляет два вот таких вот изделия из шерсти. Это верх и низ окна. Использую строительный шпатель. Очень нежно и аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Конопателем. Максимально его туда подсовываю. Берем комплект с маркировкой C. Состоящий также из двух боковых частей. И закладываем его сверху вниз. Излишки утеплителя можно оторвать. И, соответственно, применить в тех местах, где нужно более плотно его затрамбовать. Теперь берем комплект BEM. Здесь он у нас состоит из длинной такой косы. И начинаем также утеплять по всему периметру. Таким образом, мы его укладываем по периметру. И еще раз дополняем наш оконный блок утеплением. По всему периметру окна. Мы с вами утеплили полностью за конопателе шерсть, которая шла у нас в комплекте поэтапно. Начиная с верхнего элемента, с нижнего, с двух боковых. И потом еще единой косой дополнительно проконопатили окно по периметру. Но при этом у нас окно стоит в зоне мостика холода. Вот это вот, что мы видим, это контур брус. А контур брус это у нас улица. Поэтому, помимо того, что мы утепляем сам оконный блок максимально, конопатен, мы с вами должны утеплить вот эту часть. Каким образом мы это делаем? Берем тот же самый минватный утеплитель, который у нас использовался в кроеном пироге. В частности, используем остатки, которые у нас остались при вырезе проема. Одну часть я уже подготовил под размер нижней. Начинаем ее укладывать. Нижнюю часть мы с вами уложили. Сейчас мы будем укладывать боковые части и верхние. По аналогии, как сделали укладку в нижней части. Мы с вами произвели утепление от костной части, проложив минватный утеплитель, тот, который использовался в кроеном пироге. Теперь нам нужно защитить наш утеплитель от проникновения в него влагу. Соответственно, мы подведем сейчас пароизоляцию в паз оконный и подведем к пароизоляции, которая использована у нас в кроеном пироге. Для этого мы берем вот такую вот из комплекта ленту, набитую на основе двухстороннюю, и приклеиваем ее в паз. Друзья, мы с вами проклеили ленту по всему периметру, набитую на основе для фиксации пароизоляции. Теперь берем из нашего комплекта из ДК пароизоляцию, разворачиваем ее. Верхняя и нижняя часть у нее определена вот таким вот образом. Большая нарезка идет по площади, чем боковая. Разворачиваем ее на себя, берем пальцами ее за углы, распрямляем и начинаем приклеивать с верхней части. Верхнюю часть мы с вами приклеили, теперь расправляем ее, берем за нижние углы и прикладываем в нижнюю часть. И теперь приклеиваем боковой край. Мы с вами приклеили пароизоляцию к оконному блоку сверху, снизу и с боков в паз, куда будет подводиться откосная часть. Теперь нам необходимо сделать примыкание нашей пароизоляции с пароизоляцией крови. Для этого нам понадобится ослабить обрешетку, открутив саморезы, и подсунув пароизоляцию под нее. Теперь мы с вами берем скотч из комплекта, универсальный гидропароизоляционный. Он у нас идет с защитной лентой, защищающей клеевой слой. Прикладываем, отрезаем по нужному размеру и приклеиваем. Клеится он достаточно легко, не нужно цеплять ногтем, нужно сделать, еще раз покажу, вот такое вот движение пальцем. И он легко будет отклеиваться. И приклеиваем пароизоляцию окна, откроем пароизоляцию. Смотрите продолжение в следующей части. Играет музыка Смонтировали окно В имитацию ската готовой кровли С применением кровельного материала Мягкая или как еще называют Гибкая черепица Надеюсь Наш видеоролик будет полезен Вам в работе Всегда обращайтесь в компанию Факро Будем вам рады помочь По любому вопросу Также отдельно хочется Поблагодарить Павла Представителя компании Руфил За его активное продвижение продуктов И участие в правильном И качественном монтаже Любых кровельных материалов В том числе и мансардных окон Факро Субтитры создавал DimaTorzok